Хей-хей, мои дорогие искатели сокровищ! В прошлом ролике я показывала вам заброшенную генетическую лабораторию, но кое-что я припасла на сегодняшний ролик. Та же самая территория, но я вам покажу заброшенную и заколдованную кинту. Почему же она заколдованная, спросите вы? Потому что там происходят чудеса. Например, фонтан превратился в пруд, а в пруду живет огромный сом. Но самое интересное, что в XVIII веке этой рыбе воздвигли памятник на краю фонтана. Чтобы зайти на кинту Маркиза Помбала, нам нужно было спуститься вниз, обойти пастбище и кладбище лошадей. И вот мы готовы зайти в главные ворота одного из самых загадочных и потрясающих мест в Португалии. Кинта-ду-Маркиш была построена в XVIII веке, является историческим наследием в городе Оэйрыш. Сейчас вы видите западные ворота и дорогу, которая приведет к дворцу Маркиза Помбала. Предлагаю со мной заглянуть в каждый уголок этой кинты и чуточку углубиться в историческую справку об этом месте. У меня в телеграм-канале есть рубрика «Странная и прекрасная находка». В этой рубрике я выкладываю истории и фотографии необычных предметов, найденных на блошиных рынках и распродажах по всему миру. Жду вас у себя в телеграм-пять фактов о ферме Маркиза Помбала. Первое. Кто же такой Маркиз Помбал? Это влиятельный португальский политик эпохи просвещения. Также Маркиз знаменит тем, что руководил восстановлением страны после Лиссабонского землетрясения 1755 года. Это землетрясение не дает мне покоя. Я очень боюсь его повторения. Великое Лиссабонское землетрясение унесло жизни 90 тысяч человек за 6 минут. Оно превратило в руины столицу Португалии и Лиссабон. Землетрясение произошло 1 ноября в 9.20 утра и продолжалось от 3.5 до 6 минут. Небольшое отступление. Отсюда открывается вид на всю ферму Маркиза де Помбала – 130 гектаров земли. Смотрите, как ветер бежит по траве. Продолжим про землетрясение. Оно образовало трещины в земле до 5 метров. Затем в Лиссабоне начался пожар, который продолжался целых 5 дней. Но и это еще не все. Через несколько минут после землетрясения огромное цунами накрыло гавань и центр города. За первой волной последовало еще две. Толчки от землетрясения ощущались по всей Европе, вплоть до Финляндии. И Маркиз де Помбал восстановил весь Лиссабон после этой катастрофы. Итак, вернемся к кинте. Второй факт. Этот резервуар с водой зеленого цвета при Маркизе де Помбале являлся водохранилищем. Факт номер три. Эта кинта была спроектирована венгерским архитектором Карлушем Марделем, который помогал отстроить Лиссабон после землетрясения. Сейчас я вам показываю ту самую скульптуру рыбы, о которой говорила вначале. Четвертый факт о кинте Маркиза де Помбала. Этот ансамбль с плиточными панелями и рыболовными мотивами на них дал название этому дому. Летний домик, дом для отпуска или Каза де Пешка. Эти плиточные панно с росписью называются Азу Лежу. Первый раз, когда мы приехали в Лиссабон, то взяли экскурсию у одного известного блогера в Инстаграм. Помню, на экскурсии я что-то спросила про Азу Лежу, но произнесла это название как Азу Лежу. Закатив глаза, блогер меня поправил. Так я и запомнила, что это не Азу Лежу, а Азу Лежу. Ну и последний, пятый факт, про кинту Маркиза де Помбала. На территории поместья архитектор Карло Шмардель создал систему водоснабжения дворца, а также прилегающих сельскохозяйственных угодий. В систему водоснабжения входило два акведука, фонтаны, водопады, озера, сложная ирригационная система и набор гидравлических приспособлений. Два водопровода обслуживали производство оливкового масла, вина и шелка, а также орошали территории с фруктовыми садами и зерновыми культурами. От себя хочется добавить, что любой парк, кинта или дворец с садом в Португалии имеют особое очарование. Для меня здесь лучшие парковые ландшафты во всей Европе. Я обожаю мистические мавританские мотивы, сады, похожие на лес с узкими тропинками. Все это как будто бы сошло со страниц сказки о красавице и чудовище. На этой прекрасной ноте давайте перейдем к поискам клада на улицах Лиссабона. Обычная вечерняя прогулка с собаками. Вижу коробку со стеклом, и это явно что-то необычное. Смотрите, какая интересная форма. Как будто бы бокал, но без ножки. Вертела я, вертела их в руках, и все пыталась понять, для чего же они предназначены. Единственная мысль, можно ими что-то накрывать. Тогда не хватает подставочки под них. Открываю коробку с цветочками, а там ах! Ленты разных сортов и расцветок. Есть обрезки, есть совершенно нетронутые упаковки. Например, эти прекрасные фиолетовые ленточки. Пытаюсь найти их все, чтобы дать им вторую жизнь. Нашлась лента со звездами и маленькие скрепочки. И вот несколько целых рулонов. Два коричневых и один черный. Их я и возьму. Как видите, это еще не все. Сейчас заглянем с вами в пакет с желтыми ручками. Достаю симпатичный стеклянный чайник. Забегая вперед, я его забрала домой и уже даже заваривала в нем чай. Еще одна интересная и полезная находка. Это пластиковый контейнер со стеклянными баночками. Не хватает еще четырех штук. Смотрите, вот как они выглядят. Такие они хорошенькие. Думаю, это для хранения всяких специй. Еще меня заинтересовала эта электрическая подставка. Я даже было подумала, что это, чтобы подогревать вот эти баночки. Но нет. Достаю последние две штуки из пакета. И больше я там ничего полезного не вижу. Единственные вот эти желтые части, видите, пластиковые такие. Наверное, они когда-то принадлежали этому чайнику. По крайней мере, цвет очень похож. За столбом я нашла пакет с землей. Показываю вам, что я взяла домой. Возвращаюсь к себе и прямо через дорогу вижу кресло своей мечты. Да, именно так выглядит идеальное кресло в моих мечтах. Оно зеленое, бабушачье и совсем не новое. Предполагаю, что оно еще и суперудобное. И последнее, что поразило меня в самое сердце, это желтые гиральдические лилии. Фух, еле выговорила. И нет, я не взяла это кресло. Потому что я боюсь запаха их клопов. Дорогие искатели сокровищ. В моем телеграм-канале вышло новое видео в формате шортс про находки на помойке. Отыскать находки не помог голубь. К сожалению, некоторый контент YouTube не пропускает. Поэтому часть коротких роликов будет выходить в Telegram. Ссылка на видео и канал в описании. Три загадочных черных пакета и записка. Контейнеры Second Hand. Не буду открывать пакет, но вы поняли, что там лежат пластиковые контейнеры. Здесь я хочу показать вам очень интересный светильник с дизайнерской точки зрения. Он, конечно, не новый, но сама концепция, идея превосходна. Вот такая стилизация солнца. То же самое я хочу сказать про эту винтажную люстру. Да, она уже непригодна к использованию. Но такой приятный дизайн мне близок. Величественный старинный стул безжалостно выбросили на помойку. Деревянные ножки и резьба по дереву. Конечно, стул нуждается в реставрации. В умелых руках он превратится в шедевр. 28 июня у нас закончился учебный год в школе. Поэтому довольно часто можно встретить такие находки. Ну а сейчас первый раз в жизни я попробую осьминога. Мы с мужем зашли в перуанский ресторан. Он заказал себе блюдо с тунцом, а я с осьминогом. Желтые биточки – это спрессованное картофельное пюре с карри. И, о боже, то, чего я не ожидала, они оказались холодными. Сверху блюдо украшено зеленью и чипсами из сладкого картофеля. Ну а это кусочек осьминога под соусом. Тоже все холодное. Впрочем, мы были такие голодные, что слопали абсолютно все. Очень сложно понять вкус у осьминога, но что-то такое рыбное отдаленно я все же почувствовала. Внутри биточков оказалось авокадо, что меня очень порадовало. Пожалуй, мы еще вернемся в этот ресторан и попробуем другие блюда, потому что мне прям интересно, что такое у них там может быть из горячего. В конце мы выпили по кофейку, и обед обошелся нам в 40 евро. В Португалии и во всей Европе в июне начинаются различные фестивали. Сейчас мы находимся в историческом центре города Оейрыш. Смотрите, как красиво украсили улицы разноцветными сердцами. Вечером они зажгутся и подарят городку особую атмосферу. Я на блошином рынке в городе Кашкайш, и хочу вам показать странную и одновременно прекрасную находку. И это карета с лошадью. Сверху она открывается и используется как шкатулка. У этих же продавцов мне понравилась стеклянная посуда. Прозрачная салатница с гранями, и это розовое стекло. Также мое внимание привлекли эти необычные светильники. Ну а здесь керамисты могут почерпнуть идеи для творчества. Ребята, смотрите, какая шикарная парочка. Если быть бабушкой, то только такой. Давайте вернемся к прогулке по помойкам. И первая находка – это бутылочка для воды. Оставим ее для тех, кому она нужнее. Идем дальше. Четыре бака, и за одним из них стоит какой-то черный чемоданчик. Я думала, это что-то для инструментов, но оказался тостер. Уверена, что он рабочий. Просто кто-то купил себе новый. Это я в белых штанцах иду навстречу к находке с мусорки. И здесь выбросили матрас вместе с покрывалом. Я замерла. Как не замереть, если впервые видишь такое? Чудесное покрывало, на мой взгляд, приклеили скотчем к матрасу. Ну и матрас изначально был под пленкой. Смотрите, какое замечательное базовое покрывало. Мне как раз такого не хватает. Но я постеснялась возиться здесь с покрывалом, поэтому оставила все как есть. В следующий раз, возможно, буду посмелее. Еще одни контейнерные баки. И рядом лежит икеевский светильник. Проезжая мимо мусорки на мопеде, я увидела два рыжих пакета с ручками. И подумала, здесь-то точно меня ждет добыча. Но не тут-то было. В пакетах оказался просто мусор. Такое тоже бывает. Через дорогу увидела два предмета. Это оказалась пошарпанная сковородка и мое любимое приспособление для варки кофе. У меня есть целых две такие, поэтому оставим для кого-нибудь другого. Я на Блошином рынке в Карковелуши. Давайте быстренько пробежимся, чего тут продают интересного. Здесь в основном продавцы разложили все на полу. Но я попробую приблизить или что-то даже потрогать. Дело в том, что когда так мало людей на рынке, продавцы не очень жалуют видеосъемку. Все по одному евро. Давайте чуть-чуть посмотрим. Зажигалка с таким как будто бы итальянским изображением. Шкатулка с цветочками. Еще одна симпатичная шкатулочка в форме тыквы. С обратной стороны написано «Сделано в Китае». Вот такой толстячок. Кажется, таких называют патш. Исправьте меня, если не так. Довольно-таки большая темно-синяя ваза для цветов. Ну или для украшения интерьера. Хорошенькое зеленое блюдце с листочками. Чуть-чуть видно, что потрескалась эмаль, но ничего страшного в этом нет. Еще одна фаянсовая шкатулка с узором и пымпочкой на крышке. Китайская шкатулочка в форме сердечка. Вот такая продолговатая шкатулка с замочком. На ней изображен виноград. Открываем. И я сразу начинаю думать, что бы я положила такого в эту шкатулочку. Рядом еще одна шкатулка с сердцем. Сейчас хочу показать вам пару вазочек. Первая невероятно красивая. Смотрите, какие нежные цветочки и как тонко подобрана цветовая гамма. Еще один очаровательный кувшинчик есть штамп. Дальше идут разнообразные тарелки. Одна красивей другой. Такие можно и в серванты поставить, и на стену повесить. На этом красном коврике вообще все за 50 центов. Ну разве не хороши эти коралловые вазы? Одна за 50 центов, вторая за 1 евро. Все четыре можно взять всего за 3 евро. Возле следующего коврика я просто впала в ступор. Смотрите, сколько вещей. И кто-нибудь сможет мне объяснить, почему меня именно понесло к ракушкам. Наверное, это все потому, что я просто одержима морской тематикой. Надо же, до чего разнообразна наша природа. Если непонятно по интонации, это было восхищение и восклицание. То, что я обнаружила в стеклянной банке, я никак не ожидала увидеть. Представляете, это кусище морского стекла. И баночка самоклевая. Показываю вам гигантские ракушки, до которых не дотянулось. И просто красивый кадр, где ветер перелистывает страницы. Хочу поделиться моментом из чужой жизни. Свадьба на берегу океана. Наша прогулка подходит к концу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, комментируйте, делитесь этим роликом с друзьями. Напишите, что из сегодняшних обзоров понравилось вам больше всего. И до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok